Здравствуйте, друзья! От представителей Кремля и подконтрольных Кремлю группировок в Донецке и Луганске мы регулярно слышим утверждение, что война на востоке Украины идет, потому что это нужно и выгодно Украине. Якобы Украина напала сама на себя, развязала войну на Донбассе, а украинские власти зарабатывают на войне, поэтому не хотят, чтобы она заканчивалась. Ну, вы помните, сначала якобы зарабатывал Порошенко, сейчас уже якобы зарабатывает Зеленский, а Донбасс просто защищается, просто ополченцы защищают свои республики и вынуждены обороняться, потому что они хотят защитить свое право говорить на родном языке. Мы многократно слышали такие заявления от российских властей, от российских пропагандистов и от депутатов из Медведчуковской партии ОПЗЖ, которые в нашей стране обслуживают интересы Путина. На Донбассе была отчаянная попытка защититься от новых киевских властей. Но иногда они проговариваются и раскрывают свои истинные планы и цели. И в такие моменты становится очевидно, кто на самом деле инициатор этой войны, кто хочет, чтобы она продолжалась и благодаря кому эта война не закончилась до сих пор и не наступил мир. К примеру, на днях известный донецкий военный корреспондент, пропагандист боевиков Геннадий Дубовой, о котором я уже упоминал ранее в своих блогах, откровенно признал на видео, что настоящая цель россиян на Донбассе вовсе не защита жителей Донбасса от хунты, а полный захват Украины и других соседних с Россией государств. По словам Дубового, война будет идти до тех пор, пока Россия не восстановит свои границы 1913 года. То есть пока не оккупирует полностью Украину, Беларусь, Прибалтику, Кавказ, Казахстан и даже Польшу с Финляндией. Война продолжается, она будет длиться очень долго, до тех пор, пока Россия не восстановится в своих цивилизационных границах, в границах 1913 года. И только здесь есть интересная связь, только восстановление границ России и ее естественных границах, восстановить в ней ее естественный, справедливый мир, социальный порядок. За это мы и войну будем воевать. Вот это и есть истинные причины войны на Востоке. Украины и истинные цели россиян. И из вот этих откровений очевидно для всех, кто на самом деле здесь является агрессором, кто инициатор этой войны, а кто лишь обороняется, кто вынужден защищать свой суверенитет и свое право на существование. И как видите, я ничего не выдумываю, не наговариваю, я просто показываю вам прямую речь. Я цитирую самих боевиков, которые в припадке откровений признаются, что именно им нужна эта война, что заканчивать ее они не собираются, что воевать они собираются долго, и цель их даже не просто захват одной Украины, а захват вообще территории на постсоветском пространстве. И это означает, что под ударом России в ближайшее время могут оказаться даже государства Евросоюза. И опять же, это не конспирология, это не мои вымыслы, это признание самих воинов русского мира. И вот эти признания крайне важно распространять, потому что российские пропагандисты, обслуга Кремля в виде вот этих подонков из ОПЗЖ постоянно пытаются врать, чтобы выставить Украину инициатором войны, чтобы нас выставить агрессорами. А ничего же не надо придумывать, нужно просто показывать самих россиян, их боевиков, которые признаются, что на самом деле происходит на Донбассе. И важно распространять эту информацию, чтобы наши сограждане отличали ложь от правды и понимали, что происходит на самом деле, какие истинные цели, кто на самом деле разжигал этот конфликт и зачем это делал. И вот такие признания проливают свет на то, что происходит и показывают нам, как все обстоит на самом деле. Поэтому подпишитесь на мой канал, поделитесь этим видео, распространяйте эту информацию. А если вам нравится то, что я делаю, вы считаете мои видеоблоги полезными, вы также можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.